МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. У студии Сергей Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Для отпочинку и спортивных выников. Первые в области отделение шорт-трека открыли в Жодине. Здесь много друзей. Весело кататься с ними. Свои силы на лёдзе поспробовала Елеонор Лутович. Небеспечный интерес инспектора ховы живёльных растительного свету нагадывают рыбакам правила законного отпочинку и попередживают про крохкий лёд. Просьба быть очень внимательным и осторожным. Вековый подвиг. Борисовчанам гостям города презентовали выставу, просвеченную часам Наполеоновской битвы. Картины, документы, гравюры какие-то. Они были взяты из Высоцарственного исторического музея Москвы. Президент Александр Лукашенко уручил державные узнагороды лепшим процовникам краины по выниках минулой пятигодки. Орденов и гоноровых званий удостоены у Тумлику и процовники историчной в области. Заслуги старшине Минабл-Ваканкама Семёна Шапиры отмашены гоноровым званием заслужен работник сельской господарки. Ордены Пашана отримали керавник Борисовского завода аутотракторного электрообстаревания Анатолий Капский и директор сельгазпредприемства Лозавидши Крецкая района Михаила Скерка. Аграрем керавник Державы подзакал особо, отзначивши их унесок у гарантовании харчовой безпеки и пополнении валютных запасов. Керавник агрокомбината Сновня Свийска района Миколай Радаман удостоены ордена Айчины третьей ступени. Господарка летость стала лидером у Живелога Довли. Орденом Айчины третьей ступени Радамана Миколаевича Славовича, старшиню сельско-господаршого вытворчего кооператива агрокомбинат Снов. Я, конечно, очень благодарен судьбе, что высоко оценили труд целым аграрников нашей страны. Конечно, мы предложим все максимум усилий, чтобы те задачи, которые стоят сегодня перед аграрным сектором страны, а самое главное, это продовольственная безопасность нашей страны, это экспорт с честью выполнить. Если останавливаться в своем трудовом коллективе, то я хочу сказать, что уже валовые показатели и производственные показатели мы достигли, можно сказать, лучших европейских или вообще мировых стран, которые на сегодняшний день имеют. Но сегодня самое главное нам в аграрном сектор нашей страны, я считаю, я работаю над этим вопросом, мои специалисты работают. Это экономическая эффективность, это отдача каждого квадратного метра земли. Протягиваем выпуск для отпадшинку и спортивных выников. Первые в области отделения шорт-трека открыли в Жодзине. Разновидность конькобежного спорта пришлась и до спадоба местовым аматорам здорового ладу життя. Уже сформированы некольких групп, первые наведывальники и кто ведомых, чем мы чемпионы, уже упелнены, тримаются на коньках. Своей силой попробовал и наш корреспондент Леонор Лутович. Разминка, экипировка, команда на старт. За некольких минут до начала занятка дети полностью готовы до складанных практикований и эстафет. Первым на лёд выходит тренер. За им, гуртом и начинающие спортсмены. Отбегу на коньках шорт-трек головным чином отрознивается дистанцией. Набор элементов, техника тут так само, а не без особливости, над якими три разы на тыдень працуют первые наведывальники уникальных на Минщине занятков. Я ходила на коньки с папой, а потом записался на шорт-трек. Здесь много друзей, весело кататься с ними. Жутинское отделение шорт-трека на Минщине первое. Нешмат подобных тренерских плясовок в уголе и по краине. Подрыхтока по этому виду спорту сегодня идем у столицы и Орши. Что тычется поспехов на международной арене, на опошь незимовой олимпиаде у Сочи наши спортсмены отримали олимпийскую лицензию. Однако финал конькой бежцы не пробились. На сегодняшний момент Беларусь не может пока побороться с командами Кореи, Голландии, России. Пока еще нет такого уровня. Но стремление есть. Особо нет, не падаем. Хочется научиться. Два часа это даже мало. Для некоторых. Худкость, спрыт, грация, мнение до перемоги. Неотъемные складники какого-то бежного спорта. Выдательный настрой и физичная нагрузка то, что состоится аматором. Что ж, на первых и таких неуполненных крохах не так уж и мало. Ледовая плясовка у Жодина просуя крыху больше за год. А кроме подрыхтующих курсов для новичков, тут регулярно проходят тренировки детяжей хоккейной лиги. Фигурным катанием сдувляют юные мастры пируэтов на коньках. Много приезжают из ближайших районов. Я скажу, это Борисовский, Березинский, Смолевический, ну и Минский район. Фигуристы разных взрослых с города и Новоколя поехали на коньки и на коньках с надыходом зимы. На массовых катаниях в выходные дни тут бывает от полсотни до сотни человек. Для матерых здоровых ладожитых с районом и при столице Жодинская ледовая плясовка добрая альтернатива буйным и загруженным спортивным комплексам. Для мясового населения это сопроводный подарунок. Катаемся, играем. Хорошо, я ходила на легкую атлетику, потом прочитываю, что-то сказали, что я много вешу и я уже не хожу. Засумовать на занятках по шорт-треку Ваулада не отримается. Хоккейные альбоконьки для фигурного катания, на яких зараз катаются маленькие спортсмены, в худшем часе плановится заменить на профессионные. Разом с экипировкой на новый уровень выйдут и начинающие конькобежцы, которые калиньи на Олимпиаде докужутцы безумовно будут чемпионами. Элеонор Лутович, Алексей Калупанка, Минщина. Тем часам снежная надворья посприяла раннему старту белорусского горнолыжного сезона. Головные зимовые курорты в Лагойском районе уже открыли трассы для маторов активного отпочинку. До нового сезона подрихтована спортивная экипировка в необходном объеме, якой наведывальники смогут взять на прокат. Таким чином горнолыжники и сноубордисты могут опробовать снегу жуть аппер. Небеспечный интерес инспектора оховы живёльного и растлинного свету попередживают рыбаков про небеспечность пирамидливого надворья и накадывают правила законного отпочинку. Посядить с Вудой на першем и нетрывалом лёде можно дорого каштовать. Интерес рыбаков подпитывает масштабное зарыбление, якое напереды дни холодов провели прородооховники. Тоны сома, карпа, толстолобика пополнили водоёмы при столице Смолевицкое и Пуховицкое районов. За прошлые месяцы на Вуду инспектору трапило коря десятка недобросумленных аматоров от пашинку на свежем поветре. Есть размеры промысловые, промысловая мера, меньше которой брать рыбу нельзя. Для щуки это 40 сантиметров и более. Поэтому, если она ещё не достигла этого размера, то лучше отпустите, потом будет интереснее поймать и получить удовольствие. Сейчас люди пойдут на лёд. Просьба быть очень внимательными и осторожными, описаться за свою жизнь. Потому что та рыбка и эта удовольствие может не стоить жизни. Профи на дорозе лепшую керовцу вызначили в Жодзине. Отмысловый конкурс у городе автомобилей и будовников провели супрацовники ДАИ. Удельникам требовало пройти четыре этапы, сдать третичный испыт на ведение правил дорожного руху, поудельничать в конкурсе на фигурное керование автомобилем, правильно усталевать дитящее автокресло и пришпелить дитя. Удельничали в конкурсе два десятки керовцев, утымликуют две женщины, перомог 31-годовый Андрей Мехдасёв, супрацовник Минстового центра геены и эпидемиологии. Вековый подвиг. Барсовчанам и гостям города презентовали уникальную выставу, просвеченную часам Наполеоновской битвы. Картины, гравюры и документы на суд наведывальников экспозиции пропоновали российские навуковцы и доследчики. Выстава рассказывает про важнейшие вехи войны 1812 года, утымлику про падеи на Березине. Усего на выставе представлено 17 фотопланшетов, на яких размещены выявы редких документов и картин, больше из яких присвечено военным падеям, что отбывались на территории нашей краины. Картины, документы, гравюры какие-то, они были взяты из Государственного исторического музея Москвы. Здесь можно ознакомиться с основными событиями, с основными баталиями войны 1812 года. Здесь представлено, конечно же, сражение Бородинское, сражение за Смоленск, не одно, то есть при наступлении, отступлении. Сражение за Полоцк, конечно же, представлена Березина. Именно Березина, она является, скажем так, на завершающем этапе войны 1812 года очень важным рубежом. Репортажи и эфирные видео у всех программу любые часы доступны на сайте ctv.byuva и на YouTube-канале «Столичное Требачение». Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня все. Доброго вам настрою. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин